400 тысяч экземпляров таков тираж марки, выпущенная в честь новой волны. Дополнительно к ней издан и конверт первого дня, а еще изготовлены штемпели спецгашения с логотипом международного конкурса. Кстати, эта традиция была заложена еще в 2004 году, когда конкурс проходил в Юрмале. Несколько лет нам удавалось выпускать почтовую открытку, но в этом году мы все-таки выпускаем почтовую марку. Поэтому нам повезло, почтовая марка новой волны, это уникальное событие. Сегодня прошла торжественная церемония памятного гашения почтовой марки. На ней изображен один из главных символов морского города – сочинский морпорт и логотип новой волны. Ну а конкурсанты сегодня первыми отправили из Сочи открытки с уникальной почтовой маркой. Письма с побережья разлетятся по всему миру. В этом году участников конкурса 16, и они представляют 11 стран. Победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк, выступающая на волне за Россию, отправила письмо самому близкому человеку. Я сначала писала абстрактную открытку, просто хотела кому-то отправить, просто вообще в никуда, чтобы тот человек, который получил, он улыбнулся, может быть. Но когда мне сказали писать индекс определенный, я решила, наверное, как все, написать своей маме открытку. Ну а после церемонии организаторы и участники своими руками изготовили барельеф конкурса. Свою лепту внес каждый. Мэр Сочи Анатолий Пахомов, например, вылепил штурвал. Я думаю, что это тоже символ нашего города, потому что морское пароходство у нас тоже было очень сильно развито. И сейчас мы находимся на том подъеме. Ну а новая волна – это самое лучшее, что может быть сегодня для молодых исполнителей. Отсюда начинается их звездный путь, и отсюда начинается их счастье, их успех. Слепленный барельеф будет отлит в бронзе. В завершении конкурса он будет установлен рядом с барельефами прошлых лет на улице Несебрской. Ну а на Новогинской уже также по традиции появятся звезды с именами всех финалистов новой волны 2018.